Наир, сегодня был достаточно трудный матч. Какие эмоции у тебя после игры? Честно скажу, положительных эмоций нет ни у меня, ни у команды. Мы очень ждали сегодня победы. К сожалению, не удалось победить, но тем не менее, все на поле, все, кто присутствовал на поле, очень сильно старались. И хотелось бы огромное спасибо сказать болельщикам, которые присутствовали сегодня на матче. Несмотря на такой мороз, для нас это очень важно. Мы слышали поддержку болельщиков и, честно сказать, каждый из нас хотел победить. Слава Богу, что в конце получилось вырвать ничью. И одно очко это тоже достаточно неплохо, особенно с Уралом, у которого серия без поражений. Команда играла до последних секунд, забили гол на 95-й минуте. Расскажи про эпизод. У нас была перспективная атака и я понимал, что, возможно, если я добегу до штрафной, то мне удастся получить мяч. Я очень благодарен Антону, который сыграл со мной в стенку и этим пасом помог мне сделать прострел, с которого как раз-таки получился автогол. Ты много сказал про болельщиков, но ты наверняка знаешь, что у них к тебе неоднозначные отношения, особенно после недавней ситуации. Как ты к этому относишься? Честно, я стараюсь абстрагироваться от негатива и, тем не менее, позитива тоже достаточно. И люди, которые поддерживают команду, и меня в том числе, я им очень благодарен. Если вспомнить конкретный эпизод после игры с Динамо, когда я вышел на парковку. Изначально я выходил туда, чтобы после поражения люди, которые пришли опять же в такой мороз, получили хотя бы автограф от футболиста своей любимой команды. Но, к большому сожалению, я не совладал со своими эмоциями и повелся на провокацию. Я хочу сказать, что те люди, которые ждали автограф, возможно, майку, фотографию, я перед ними извиняюсь. Если, опять же, посмотреть и обратить внимание на это видео, то можно увидеть, что там стояла мать с ребенком. И, к сожалению, я не совладал, опять же, со своими эмоциями. Хочу сказать, что это моя большая ошибка. Я извиняюсь перед болельщиками. И, к сожалению, не все люди, которые приходят на стадион, понимают, что за каждым профессионалом стоит обычный человек. И банально в стоимость билета не входит оскорбление своих футболистов. Я человек, который все близко принимает к сердцу. Я всегда стараюсь быть искренним и относиться к людям взаимностью. Но, когда я слышу свой адрес оскорбления после тяжелой игры, мне становится просто обидно. Потому что изначально моя цель выхода к людям была автографы, росписи, возможно, майка. Перед матчем со Спартаком у болельщиков особенный настрой на дерби. Скажешь, чем что-то? Я скажу, что каждый человек, который приходит на стадион, для команды важен. И я надеюсь, что со Спартаком будет так же много народу, как из ЦСКА. Я честно скажу, что каждый в команде хочет победить. Я думаю, видно по самоотдаче, что эта ситуация для нас неравнодушна. И я очень надеюсь, что со Спартаком мы заставим наших болельщиков улыбаться.